17 по 20 мая в Казанском университете проходит презентация магистрских программ Института международных отношений и юридического факультета для студентов и преподавателей МГИМО МИД России. О том, как прошла встреча участников программы с выпускниками КФУ, расскажем в нашем следующем сюжете. В Казань прибыл большая группа студентов МГИМО. В ходе приветственного слова модератор встречи, декан юридического факультета Лилия Бакульна выделил уровень качества образования в Казанском федеральном университете. Можно сказать, что на юридическом факультете более 500 лет уже осуществляется подготовка юридических кадров, которые восстрелены не только в Беспублике Казахстана, но и в Российской Федерации. И практически в силу МГИМО, в 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 МГИМО. В рамках встречи со студентами в императорском зале выступил выпускник Казанского университета, советник генерального секретариата МИД России Константин Колпаков. Он отметил, что в то время, как пандемия сократила возможность живого обмена опытом, МГИМО и Казанский федеральный университет воспользовались шансом и организовали программу, которая способствует расширению кругозора, повышению квалификации студентов. Сейчас выпускник высшего образования должен обладать очень большим количеством навыков и постоянно совершенствоваться. Вот с чем, собственно говоря, и принимать перейти в совместный МГИМО и Казанский федеральный университет, когда делает эту программу. Студент второго курса МГИМО Данил Нужный отметил, что университет это не просто здание, коробка, в которой есть сотрудники, администрация. В первую очередь это люди, которые пришли получать конкретные знания, с мыслью получить образование и в дальнейшем реализовать потенциал, работать и для себя, и для страны. Сейчас наступила та пора, когда нам необходимо взаимодействовать. Не только в сфере, не знаю, исключительно организации каких-нибудь летних практик и стажировок, но в том числе на постоянной основе. И данное мероприятие это показатель того, что мы можем это сделать, и то, что мы можем делиться опытом, знаниями и вместе работать. И это замечательно. Во встрече принял участие также судья по уголовным делам Верховного суда Республики Тарстан Николай Губин. Уже после завершения встречи слушатели буквально атаковали председателя Совета молодых дипломатов МИД России Константина Колпакова вопросами. Он пожелал, чтобы энтузиазм студентов никуда не пропал, а был реализован в их дальнейшей карьере. Вы знаете, на самом деле, чем чаще встречаешься со студентами, тем больше понимаешь, насколько у нас талантливые, хорошие и развитые ребята, особенно те, которые специализируются на международных отношениях. И непосредственно у той инициативы, которая родилась в стенах МГИМО и КФУ одновременно, эта программа профориционной академической мобильности, она заслуживает очень высокой оценки. Константин Колпаков отметил, что таких программ еще не было. По его словам, встречи проходят не только в Казани и в Москве, но и на Дальнем Востоке, и ближе к Полярному кругу, а также ближе к нашим западным рубежам, так как у студентов сохраняется большой запрос на общение. Сама же программа научно-образовательной деятельности КФУ МГИМО на площадке Казанского федерального университета продлится до 20 мая. Илья Андреев, Ленартов, Лисьяров, Универньюс.